Музыка Ключевыми направлениями туризма в регионе у нас три направления мы выделили. Это паломнический туризм, плюс еще культурно-познавательный и этно-туризм. Второе направление это у нас экологический туризм, и третье направление это лечебно-оздоровительный туризм на курортной зоне. Вообще, Туркестанская область, она же у нас богата очень сильно именно культурными памятниками. У нас насчитывается более 1700 памятников культуры, наследия. И один из них это Ходжах Медесави, международного значения, памятник ЮНЕСКО. И я думаю, что, естественно, одним из точек притяжения является Ходжах Медесави. Но что у нас является для паломнического туризма, какие точки притяжения? Мы знаем, что у нас есть Каухарана, Домалакана, Укашата, Пещерок Мечеть. Это все такие объекты, которые привлекают туристов, именно паломников. Экотуризм, кто любит активный отдых. Это у нас четыре зоны. Это заповедные зоны две. Это Аксужа-Баглинский, Каратавский заповедник. Это Сайрам-Унгамский национальный парк. И Сырдаринский, Сырдаря-Туркестан парк регионального уровня. И все это, оно в принципе и притягивает сюда к нам туристов. Но, естественно, в результате принимаемых правительством мер, активная работа Акиматов в Туркестанской области. Здесь было очень много построено объектов. За то время, как перенесли областного значения город в город Туркестан. С 2018 года, ну за этот период у нас где-то на частных инвестиций было привлечено именно в отрасли туризма около 300 миллиардов. И можно увидеть динамику, что с 2018 года, с июля месяца, у нас уже идет рост в количестве мест размещения. Это гостиницы, это хостелы, это зоны отдыха, туда входят и детские лагеря. То есть на 83 количество увеличилось, и это, естественно, где-то получается около 80% рост. Это небольшое количество, но, однако, мы видим, какое количество уже объем услуг. У нас объем услуг с прошлого года, если 21 сравнивать с 2019, на 209% вырос. Это говорит уже о том, что здесь действительно есть место туризма. Вот, поэтому количество туристов у нас возрастает, и динамика прям растет с каждым годом. В прошлом году посетители, визитеры у нас было всего полтора миллиона, достигло. Естественно, это драйвер стал караван-сарай. Он был введен в эксплуатацию, он был сдан в эксплуатацию, стал работать с апреля месяц. То есть считается, с апреля месяца до конца 2021 года у нас Азрия-Султан, то есть это все данные Азрия-Султана у нас на объект посетили полтора миллиона. Количество туристов у нас за 6 месяцев, если считать, за 6 месяцев 2022 года, у нас сейчас 180 с лишним тысяч человек. И по сравнению с предыдущим периодом, то есть за полгода 2022 года, у нас вырос на 80%. Туристы, да, туристы, которые переночевали, воспользовались местами размещения. Да, у нас по данным статистики у нас продано было койко-мест свыше 280 койко-мест. То есть что это означает? Это означает, что в принципе 1,8 дней находятся у нас туристы в Туркестанской области. Если раньше, до того, как еще области не было, здесь вообще негде было ночевать, люди не останавливались, все приезжали и уезжали, либо в Шенкенте останавливались, либо обратно, допустим, в Узбекистан, то сейчас мы видим динамику роста. Ну и, естественно, говорить, что можно здесь посмотреть, кроме Ахмеда и Асави, объектов построено очень много. Если посмотреть культурно-духовный центр, который находится в свободной экономической зоне, ну и, естественно, главное — это караван-сарай. В караван-сарае есть летающий театр 8D по всему миру, всего в 24 таких форматов фильма. И действительно мы получаем большой, огромный отклик от туристов, что они действительно уезжают отсюда с максимальными эмоциями, когда они летают над всем Казахстаном. Сама структура, то, что здесь можно на лодке покататься, да, это тоже притягивает туриста. Улыдала — один из лучших, я считаю, сейчас здесь, в данный момент, тоже объектов для туризма, потому что он очень интересный, где показывают от бронзового века и от каменного даже века, да. Нет, парк, парковые зоны, да, расширились парковые зоны. У нас есть прекрасный парк Жебек-Жулы на въезде, прекрасный парк сейчас построили президентский, где люди могут погулять. То есть, если раньше, понятное дело, что люди приезжали в Ходжи-Ахмед-Ясави, и негде было вечером потом провести свое время. А сейчас возможности огромные, где можно вечером погулять, либо сходить в караван-сарай полетать, либо на лодке покататься. Вот такая вот сейчас ситуация у нас очень, скажем так, динамичная и хорошая. Ну, что хочу сказать, какие дальнейшие наши, да, допустим, планы. И, естественно, нам нужно, необходимо развивать трансграничный туризм. Нужно пользоваться тем моментом, что географическое, удобное, прям преимущество наше, удобное географическое расположение нам Бог дал, да, соседей Узбекистан. В Узбекистане в этом году посетило 3 миллиона туристов. Естественно, они все едут до Шелковый путь, да, на имя Тимура Амира. Они едут посмотреть на архитектурные здания, которые построил Амир Тимур. Но ведь у нас же тоже есть архитектурные здания, которые построили именно по его приказу. И это здание, его детище. Поэтому я думаю, что если мы сейчас начнем именно дополнять те продукты, которые Узбекистан продает, и этих туристов также дополнить этот тур, да, архитектурный, там, Амира Тимура построенный, доведя их до Туркестана, я думаю, что это будет уникальная возможность, такое взаимовыгодное предложение и для Узбекистана, и для Туркестана. Также очень интересный нам туристы, поток туристов с Узбекистана, зиарат-тур. То есть это то, что мы называем паломническим туром. Он был всегда здесь, зиарат-тур. Сейчас на данном этапе с Тюрским советом ОТГ мы встречаемся где-то, по-моему, в октябре месяце. Мы будем именно обсуждать по зиарат-туру, совместному туру, который будет составлен между Узбекистаном и Туркестаном. То есть Самаркан, Бухара и Туркестан, это выучительно. Это тоже даст какой-то импульс, даст свой рывок. Я думаю, что и какие-то плоды уже пойдут. Ну и, естественно, нельзя забывать о том, что было в прошлом году озвучено на онлайн-саммите. О том, что, если цитируя слова Касымжумарта Кемельча, что Туркестан – это для всех тюркских народов, это является земля отцов. Туркестан – это как родной, я не знаю, очаг для тюркского мира. Поэтому мне нужно об этом тоже забывать, что Ясави является единственным притяжением для стран тюркского мира. И я все-таки склоняюсь к тому, что, да, должны быть дополнительные услуги, такие как караван-сарай, улы-дала, скажем так, поездка у Кашатайлева к мечети или поездка также в наши прекрасные горы. Но точкой притяжения для нас остается Ясави. Субтитры создавал DimaTorzok